Опухоль мозга спровоцировала глухоту у Корчевникова. Болезнь могла стать одной из причин увольнения ведущего, хотя это только на уровне слуха. Бориса Корчевникова официально уволили с канала «Россия». Его место в программе «Прямой эфир» теперь занял Андрей Малахов. Бывшую звезду первого канала представили новому коллективу. Уже начались съемки очередных выпусков ток-шоу. Корчевников до последнего не верил, что его выгонят. Но его там морально затравили. Представляете, каково ему было слышать из уст генерального директора России, что, мол, на Россию пришел лучший ведущий страны Андрей Малахов. Ведь Корчевников считал звездой себя. Но это еще одно обстоятельство, которое, как говорят, спровоцировало уход Корчевникова. Во время обострения его опухоли мозга Борис почти оглох. И надо было слушать команду режиссера и продюсера, которые во время съемок программы звучат в ушном мониторе. Тогда Борис сам собрался уйти из-за болезни, но его не отпустили. Сейчас ему лучше, как говорят. О тяжелой болезни Корчевников, напомним, сообщал шокированным поклонникам сам в одном из эфиров. Мне поставили диагноз – опухоль мозга. К счастью, она оказалась доброкачественной. Уже сделана операция. Правда, еще остался шрам. Но я помню, как ощущал поддержку друзей и родных, находясь в больничной палате, сказал он, заметно волнуясь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...